Всем привет! Это подкаст UwebDesign. Сегодня 24 августа 2015 года. Выпуск номер 48. Время 20 минут 10 вечером по челябинскому времени. Всем привет! У нас есть для вас сегодня очень громкие темы, а именно... Google вставь... Google входит в состав Alphabet. Холдинга Alphabet. Хиллари и Джеб Буш срутся на Твиттере. Ну, история Windows 10, конечно же. И вообще Windows. Да, и вообще этот наш подкаст пройдет под рубрикой «Пока нас не было». Я думал, знаешь, свежий подкаст. Мы же сейчас свежий, фреш. А, фреш. Ну, погнали тогда. Погнали. Мы-то свежие, а спонсор у нас уже такой не свежий, я бы сказал. Поэтому послушаем любимый наш джингл. UwebDesign и хостинг-провайдер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе «Товары и услуги» в подразделе «Безлимитный хостинг» нужно нажать на кнопку «Заказать». В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Так, микрофон не включил. Возможно, кстати, надо дописать в этот джингл, что у нас теперь кроме того, что есть скидка на какой-нибудь период оплаты, есть еще просто наша реферальная ссылка в описании. Если вдруг вы хотите оплатить не безлимитный хостинг, а ВПС, который у SmartApe еще круче, чем безлимитный, хотя казалось бы куда уж круче, и хотите нам подсобить, то жмите на ту реферальную ссылку, и часть ваших денег попадет в наш карман. Ну не то чтобы даже в карман, а всего лишь на аккаунт, причем даже не на стиме. Да, к сожалению, даже не на стиме, потому что... Короче, первая новость, которую все стопудово слышали, но никто ничего не понял, называется «Изменение в Google». Корпорация получает нового гендиректора и входит в состав холдинга Alphabet. Так вот, я немножко тут прочитал, и как бы ничего не изменилось. Знаешь, можно было как обычно «Убийца Google», «Убийца Ларри Пейджа», «Убийца Сергея Брина», но нет. На самом деле, они сделали, видимо, чтобы удобнее подписывать бумажки было, и чтобы что-то замутить, я не понимаю... Ну, вряд ли это как-то связано с отмыванием денег-то, налогами и так далее, и так далее, хотя, может быть, и с этим тоже. Ну, не исключено, да? Кстати, к налогам. 90% наличности Apple, которая у нее, по-моему, уже около 200 миллиардов свободной, находится в офшорах. Налоги они не платят за них. Вот так, да. Кстати, они упали сегодня на 8% вслед за китайским фондовым рынком. Ну, это да, это золотые айфоны-то все сразу упали. Короче говоря... Тыкву превратили. Короче говоря, Google, как отдельная, как бы, компания, она входит теперь в компанию Alphabet, которая вообще неизвестна, мне кажется, никому, кроме Сергея Брина. Так они, мне кажется, ее под это дело и основали. Под это дело, да. И сам вот этот холдинг Alphabet и само, как бы, бренд Alphabet, короче, никак не будет раскручиваться, естественно, в отличие от Google, да? А Google вместе с еще компаниями, такими как Google X, Calico, может быть, Salico, я не знаю, как это, Caliso, не знаю, скорее всего, Calico. Calico лучше всего. Google Ventures и Wing, вот такие компании, о которых я сейчас немножко расскажу, тоже входят в состав Alphabet, да? Короче, суть какая? Вот эти все компании, они супер новомодные. Я вот такой моды вообще даже, это хай-тек. Google X, это компания, которая занимается всякими медицинскими разработками для всякого. То есть, вы представляете себе, то есть, это вообще прям протезы новейшие, вот всякое такое. У тебя вот там на Вики она открыта. У меня, да, у меня на Вики, сейчас я, сейчас я, сейчас я, да, это Google X. Google X, подразделение корпорации Google, функционирующее в структуре Google X, осуществляющее медико-технологические исследования. Вот. Дальше Calico. Calico это независимая компания, которая, короче... Как она вот может быть независимая, находясь в холдинге Alphabet, понять затруднительно. Да, теперь, видимо, зависимая. Это в области старения уже. То есть, ты сначала в их протезы ходишь, потом состариваешься с помощью Calico. При этом пользуешься Google Plus все это время. Да. Об этом у нас тоже будет новость немного. Да, 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 значит, вот. И далее. Google Ventures, оказывается, это ребята, которые вкидывают бабки во всякий супер стартап. Венчурный фон, да. То есть, к ним можно прийти и сказать, вот мой стартап, вот вам процент, вкиньте бабок. Да, вот мой слэк, и вы мне вкинете денег. Да, Google Ventures вкидывала слэк в свое время. Ну, там, видимо, я не знаю, там очень много всего, какие-то логотипы, и, возможно, это все знают. Если я вот сейчас был бы американцем, я бы все... Перископ, перископ. Покет-сервис, я знаю. Перископ, это мы с тобой лайв-трансляции делали. Так что... То есть, тут реально, даже не американцу, видимо, можно что-то это самое. Вот. И, значит, последнее, это Wink. Но Wink я просто загуглил, это эти... Дроиды. Дроиды, дроиды летающие. В смысле, квадрокоптеры? Да, да. Понятно. То есть, короче, вот самая мода. Ну да, я согласен, они прям вот все собрали, что сейчас топ. Мне кажется, что из этого деньги приносит в основном, конечно, Google. Так, я вот... Вообще, мне кажется, они просто как-то укрупняют это для того, чтобы потом представить какой-нибудь, я не знаю, алфабет-жизнь. Как вот Google Wear, так вот ты целую жизнь от алфабета покупаешь, тебе сразу протезы старения. И в тебя бабки начинают вкладывать, и ты гугловскими сервисами пользуешься. Но ты заметь, самое главное, что создатели Google, да, они оба стали же самыми главными людьми, короче, в алфабете. То есть, они не то, что мы, типа, мы программеры, вы нас не трогаете, вы просто нам деньги даваете. Нет, нет, им все равно деньги давать. Они ру-ру-ру. Но они уже не программеры, они уже только деньги берут. Но и тем не менее, короче, акции... Вот, например, инвесторы, да, положительно восприняли новость о грядущей реструктуризации. Это благодаря чему стоимость акций возросла сразу на 4%. Это, видимо, до сегодняшних падений. Потому что сегодня Google тоже на 6 или там сколько-то процентов упала. Ну, вот они на 4 возросла, на 6 упала там, ну копейки, короче. Ну, да. Ну, нам в комментариях напишут сейчас гении управления, менеджмента. У нас же много сейчас заканчивают специальности. Менеджмент, экономика, управление. Почему вот так вот укрупнять и реструктуризировать выгодно? Может быть... Обычно, наоборот, любят поделить на 4 части, платить только за одно, за второе, за третье, за четверо. Может быть, да. Может быть, мы что-то не понимаем. То есть, ну, будет прикольно узнать, но... Это как ты... Ты правильно очень сказал. Все новость слышали, но никто ни хрена не понял. Да-да-да. Вот я один из них. Поэтому переходим к более прозрачной новости. Давай. А именно, новый вирус Thunderstrike 2 претендует на звание самого опасного зловреда для МЭК. Такая новость на Ferraru. То есть, про информационную безопасность. Немножечко фактуры. В предыдущем декабре, то есть, 2014 года, в рамках известного хакерского конвента Chaos Communication Congress... Это легально? Ну, это прямо у них выставка такая. Они там меряются, кто круче, чего взломает. Охренеть. Так вот, там некий Траммель Хадсон. Так. Сотрудник американского хедж-фонда Two Sigma Investments. Так. Рассказал бы эксплойте, который назвал Thunderstrike, который помогает с помощью переносных устройств на Thunderbolt порту взломать прошивочку Apple. То есть, типа биоса. Как бы у них нету биоса. Биоса — это PC-шный термин. У них прошивка, в которой тоже там основная инфа по тому, как хардвару инициализировать и так далее записана. Так вот, они прямо внутрь биоса встраивали хреновинку, и она инициализировалась перед загрузкой операционной системы. Так вот, на 6 августа пройдет выставка в Лас-Вегасе. Уже прошла. Угу. Видимо. Но новых новостей нет. Продемонстрировали вирус Thunderstrike 2. Если, кстати, я сейчас загуглю, то будет статья на Вайрове. Угу. Thunderstrike 2. Вот я здесь уже гуглил. Есть на Ars Technic, Forbes. Нет, это все было до выставки. Ну вот, 10 часа на Christian Today написано, что I'm vulnerable to attacks after all. То есть, все-таки представили, видимо, на этой конференции эту хреновину. Это я должен в Thunderbolt себе что-то воткнуть? Ну, если, грубо говоря, они сначала рассказывали, первый, нет, кстати, там новость бывает 10 августа, но в конце тоже написано, что вот 6 августа представят. Угу. Почему нету ни одной новости после 6 августа, понять невозможно. Видимо, видимо, воткнули себя в Thunderbolt. Скорее всего. Так вот, если воткнуть себя в Thunderbolt кое-чё, Так. То можно себе заразить биос. Так вот, Thunderstrike 2. Угу. Уже даже без заражения биосом, если в сети находятся Mac-компьютеры, то от одного на другое может перекинуться. То есть, либо, как обычно, сейчас я зацитирую. Угу. Через фишинг говорит письмо или ссылку на вредоносный сайт. Ну, короче, как обычно, подцепляют вирусы только напрямую в прощивку. Сразу в портмоне, так скажем. А с какого, ты же по-любому помнишь, в каком году ввели в Mac-е Thunderbolt? В 2000 какого-нибудь там. Да, он, понимаешь, Thunderstrike 2, его можно было уже не называть Thunderstrike 2, потому что он к Thunderbolt никакого отношения не имеет. Он уже так перебегал, да? Да, но ввели года два назад. Угу. То есть, совсем недавно, и, видимо, он не очень защищён был. Потом это залатали, и Thunderstrike 2 уже просто его назвали, потому что те же чуваки сделали, и потому что тоже в прошивку встраивается. Понятно. Вот. Ну, грубо говоря, тут, видишь, написано, что Thunderstrike 2 тоже через Thunderbolt может перетекать от одного к другому. А я тебе расскажу, что можно Thunderbolt 2 мака соединить и из одного Wi-Fi передавать в другой по Thunderbolt. Не Wi-Fi, а интернет. То есть, вот такого плана. Вещи. И вот по ним тоже переберётся. Небезопасное Thunderbolt соединение произойдёт в Саите. Да, это как бы надо предохраняться. Да, в общем, в чём фишка? В том, что если ты переустановишь ось, то прошивку-то ты не переустановишь. Поэтому у тебя вирус так и останется. А и как это лечится вообще? Ну, лечится, наверное, здесь не сказано, потому что они ещё не представили. Но мы с тобой знаем, что... Ваяльником. Ну, почему? Вот, например, у меня на Asus-овской материнке, на PC на моём, есть утилиты по перепрошивке биоса. Ты можешь сам себе защить любое говно, которое ты там. И сам можешь защить потом... Даже если ты уже сломал винду, там есть специальный USB-порт, в который можно воткнуть флешку с биосом. И он этот USB-порт каждый раз при инициализации сканирует на предмет образа биоса. Если он там есть, он перепрошивает биос тебе этим ромом. Хорошо. То есть там ты можешь спасти. С Mac пока всё не так чудесно. Угу. Но, может быть, они как-то подготовятся. У них, насколько мы с тобой помним, в начале сентября ивент, когда будут новый айфончик представлять. Может быть, что-то про это скажут. Хотя они не любят же говорить напрямую, что там вот нам говорили, что там у нас говно. Что у нас плохо. Они обычно тихо это фиксят всё. И никто об этом не узнаёт потом. Поэтому будем следить за новостями. Ну да. Я, кстати, в эту же новость буду говорить. Зачитаю громкий заголок. Lenovo отличилась снова. Bloodware оказалась встроенным в биос ноутбуков компании. Если говорить об Apple, то есть уязвимость, которая позволяет в биос что-то засунуть. А Lenovo они умышленно что-то засунули в биос. Сами. Сами, да. То есть, допустим, до этого они оказывались в центре скандала, когда в их OEM-операционку была встроена программа Superfish. Ну, короче говоря, на их винде куча программ. Я вот даже уже этому не удивляюсь. То есть, когда ты покупаешь ноутбук, ты ожидаешь, что там всякие апдейтеры от производителей и прочее. Иногда хорошее ПО, иногда говно. Вот, видимо, у Lenovo говно. Потому что тут рекламная программа Superfish, и вот рекламная программа это уже Moviton. Угу. Так вот. И после установки, вот то, что говорит про биос в этот раз, то в биосе установочник autocheck.exe, прямо тупо экзешник лежит. И во время инициализации он соединяется с серверами Lenovo, и даже если ты удалил какие-нибудь программки, он их заново сольет с серверов и тебе накатит прямо в винду, обходя все. То есть, ты никак это не сможешь выпилить, пока не перепрощешь биос. И перепрошивать биос ноутбуков я не помню. Ну, тоже наверняка есть утилиты. Напишите в комментариях, если вы прошивали ленововский биос назад. Угу. Хотя тут, вы тут же и спалитесь, что вы купили Lenovo компьютер. Кстати, да. А это, я считаю, лучше в таком не признаваться. Так вот, здесь тут куча всяких деталей, что там vpbin.exe копируется в System32, выполняется, бла-бла-бла. Так вот, на самом деле, я очень часто сталкивался с тем, что если покупать дешевые андроиды, не то, чтобы я покупал, мне друзья рассказывают. Угу. Хотя такие у меня и друзья, если они покупают дешевые андроиды. Ну, так вот. Там тоже очень много с разными версиями андроид. Нет, недобросовестные производители столько всякого говна рекламного ставят, которые потом не удалить, что лучше пользоваться натуровскими гугловскими Nexus'ами, например. Или там, я не знаю, Huawei'ами какими-нибудь. Но я тут точно не скажу, где чистейший андроид стоит. Угу. Ну, там, знаешь, 1% это какие-нибудь гики, которые сами переустанавливают. Да, но они не берут Lenovo, понимаешь? То есть тут, ну... Ну да. Здесь вот, например, если прочитать комментарии, где-то тут шутили про то, что... Если вдруг эти покупатели окажутся фанатами Linux, то типа у них не сработает, потому что там экзешник. То есть похрене, что у них в биосе это лежит, фактически файл не исполнится, потому что он не является исполняемым для этой операционной системы. Ну да, если ты бородатый человек. Переходим к нашей трэшовой теме. Я ее назову трэшовой даже не потому, что сама новость говно, а потому что просто это переключение некое с вирусов на кое-что... На тоже, на вирус в голове. Да. Не, просто понимаешь, короче, это, в принципе, там можно даже про логотипы. У нас есть же тема про логотипы. Вот немножко про логотипы практически тема. У нас нет темы про логотипы. Ну, иногда, в смысле, бывает. А, ну сегодня просто нету, да. Так вот. Ты же по-любому это узнал тоже из такого типа, как про логотипы. Да, из Web Design News. Видишь, то есть это все... Я смотрю, ты видишь прямо откуда чего берется. Вот у меня, кстати, где авиасейлз.ру. Здесь, кстати, палило, что я на Кубу хотел посмотреть, сколько билетов стоит. Вот у тебя там часы. У меня часы? У меня G-Shock. Да. Причем у тебя там какой-то... А, нет, у меня зовут D-Shock, но нету D-Shock. D-Shock. У меня уже биос переброс. Короче, рассказываю. Так как сейчас идет предвыборная гонка, она на сколько еще долго-то будет идти, по-моему? Осенью 16-го года выборы. Ой, то есть вообще не скоро. Она началась, там же всякие миллиарды они тратят на свои предвыборные кампании. Это же не за день делается, за год вот так вот. Ну вот они разгоняются, в общем, поезд Хиллари Клинтон и Джеба Буша попер. Да, отчалили от своих станций первых. И они, естественно, не применули продвигать себе на твиттерах, создали площадку там, я думаю, давно уже. Да, я думаю, у них брендинг-проформа была. Да, и вот компания Хиллари Клинтон пишет, типа, что 1-2 триллиона баксов тратится, будет потрачено, я так понимаю, типа, на... Нет, нет, они имеют в виду, что, типа, 40 миллионов американцев вот столько вот должны за колледж. Типа, это дохрена денег. И типа, что вот при нынешних демократах, вот так вот. И вот, типа, она пишет, что цена больше не будет барьером для образования. Долг не будет вас, типа, отягощать, вот план Хиллари. Мы с тобой его откроем или нет, как у тебя по плану? Ну, в принципе, можно, хотя там ни хрена интересно. Только узнаем, что на медиуме у неё это написан план. Да, у неё блок на медиуме, который что-то подглючил, но ладно, неважно. Вот она тут с детишками. Тут всё как надо. Тут прям... Должны быть они ещё нигеры и инвалиды. Ну так, для пущей. Здесь Хиллари с дед, центр. Это... Не знаю, при чём здесь её батя. Тут кто-то обмочился, по-моему. Ну, в смысле, что он тоже учился в колледже. Все как бы... Все в Америке любят учиться в колледжах, на самом деле. И хотят. Тут вот тоже, видишь, кусочки этой же инфографики. То есть она на самом деле затвитила всего лишь... Вот, нигер, ес. Знал. Где инвалиды? Да, то есть... Скорее всего. Это умственного труда. Да. Значит, окей. То есть это у неё, грубо говоря, идёт красной нитью вот эта штучка, которая на две делится ячеечки. Да, да. Причём тут именно такой нету. Видимо, для Твиттера ещё одну нарисовали. Ещё одну. Вау. А это сама она делает. Причём, мигра, скорее всего. Причём, видишь, миллионы там пачечки денег с крышками. А где миллиарды? Точнее, триллионы. Там уже мешки с деньгами. Там мешки побёгло. Да, да, да. Так вот, короче, она это затвитила. А где ноль баксов, там пальчик. Пальчик. Короче, она это затвитила, и тут вдруг тролли. Перед троллями попробуйте найти Хилари. Вот тут фотка. У меня тут вот такие чуваки, которые непонятно зачем в колледж вообще пошли. Их родители засунули за деньги, скорее всего. В отличие от вот таких чуваков. Ты же помнишь, это уездный город? Там, короче, команда КВН. Да, толстый Женя, да, 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 да. Это похоже. Так вот, и здесь типа Хилари в колледже. Я реально не могу узнать, кто Хилари. Вот я думал, вот этот чувак, Никита вообще скажет, что это не чувак, а баба. Да. Пожалуйста, приложите с коренны, с подчеркнутой Хилари, с обведённой Хилари клип. Сейчас мне вот кажется, что вот эта девочка почему-то. Может быть. Она вообще, давай, знаешь, как бы Шерлок думал. Он думал, ага, она сейчас президент. Она должна быть длина по центру. Она по центру. Они скадрировали картинку так, чтобы она всё-таки была по центру. Мне вообще кажется, что вот эта вот с тёмными волосами, которая самая по серединке, да. Как-то, понимаешь, вот в фотографии, я тут недавно причастился, как это правильно сказать. По правилам третьей, вот самые ключевые моменты должны быть вот в этих точках. Вот этот чувак ключевой. Вот повыше чувак. Да, вот эти, но они без правил всяких тут ключевые. Я не могу, такие тупорылые лица. Они, мне кажется, спились где-нибудь в Миссисипи уже. Вот этот чувак ключевой, вот она и вот эта девчонка. Девчонка именно. Девчонка. Хорошо. Короче, суть какая. Ладно, вернёмся. Тролли набежали. Тролли набежали. Набежали тролли в числе Кемпа Буша. То есть, реально, компания Буша, Джеба. Да. Они такие, ну давай ответим. Возьмём, нарисуем тоже из двух ячеек, типа, что, типа, тролл. Сто процентов, на самом деле, ничего при демократии. Ну, при нынешних демократах на сто процентов увеличилась, типа, стоимость бабос. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, Хиллари, она сама себя в угол загнала тем, что написала, что вот у нас при демократах при тех-то плохо, и при этих-то лучше будет. А вот при новых демократах, да, будет лучше. Ну, согласен, чуть-чуть подставила. Ну, вот, поэтому Джеб, он, возможно, он это увидел сам. И такой, давайте-ка что-нибудь накатаем. Ну, вот в это я уже, предположим, не верю, что что-то он там сам увидел. И на Линкольне в это время уезжает. Вот именно, или на Кадилайке. Так вот, и она ему отвечает, я, типа, для тебя исправила. F, это у них двойка. Двойка, это оценка, которую получает Флорида за доступность колледжей под управлением Джеба Буши. А он был, я напоминаю, губернатором Флориды с 99 по 2006. А интересно, там реально так все плохо было, когда он был? Мне кажется, там везде все плохо. То есть, на самом деле, просто во Флориде почему-то не лучше, чем везде, и поэтому она вот так вот. Причем, сделано круто. Мне прям нравится, так как казуально, да, так замазано, все, шрифтик, прям вот как будто она сама рукой исправила. Я напоминаю, по тебе, Буш сам увидел и предложил. Вот она, возможно, тоже сама уже увидела и предложила. Тоже, это все на двух ячеечках. И тут Джеб, это последний, мне кажется, он это просто кинул ей, кинул ей как кость. Да-да-да. Он взял, короче, перевернул, он сам взял лого с ее сайта. Сейчас мы зайдем, в принципе, на сайт. Да, Хиллари. Причем, надо заходить именно с ВВВ. Просто на Хиллари Клинтон написано. Если вы хотите на сайт Хиллари Клинтон, напишите ВВВ. Вот, смотрите. Так. А, нет, уже было. Ну, черт, дерьмо. Ну, я за кадром, когда Никите показывал, там реально редирект не работал. Ну, короче, у нее логотип вот эта H, типа Хиллари. И стрелочка вперед, как у Фидекса, типа она двигается вперед, потому что все круто. Да. А вот он, типа, он повернул ее, поставил на попа, так скажем, эту стрелочку, а из H сделал, типа, Texas, типа, деньги. Да, что налоги повышаются и все. Вот. И, типа, исправил тебя. Да, 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 опять же, а я исправил для тебя твой логотип. Твое логотип, да, да. Ну, короче говоря, если перейти на твиттер, это реальные твитты, то есть это встроенные твитты, если посмотреть там дальше, то там им всякие другие уже чуваки подключились к срачу. А я исправил твой логотип, джеб, 2016, мой брат привел в страну к 9 сентября 2011 года, там, ну, как обычно, короче. В общем, тролли понабежали. Точнее, 11 сентября, 9 сентября, это я ближе уже что-то. Да. 2001 года. Ну, так вот, мы еще хотели вам показать, что если посмотреть на их сайты, на их сайты. Они сделаны очень сильно для любой аудитории, как я понимаю, вообще для любой. То есть даже посмотреть сейчас код, который мы посмотрим у сайтов. Да. То есть, если вы ничего не понимаете, вы это не увидите, но если вы что-то понимаете. Да, вы зашли в код, то здесь тоже ее логотипчик. Угу. И сразу get out the vote. Загитите голос. Как коммитнити свой голос. Угу. И, грубо говоря, здесь ссылочка. Если мы на эту ссылочку сейчас перейдем, так я там H забыл. Угу. То тут они набирают в компанию Хилари Клинтон разработчиков. Дескать, раз ты увидел в комментариях что-то, то ты такой крутой, и тебя надо нанимать уже сразу. Ты представляешь, что они делают? Цвет нации уводят в стан демократов. Мало того, что шмаль разрешили, теперь еще вот это сделали. Это все. Так, а у джеба буш... И логотип не сделали для ретиноэкранов. Здесь такой просто вот... Но это им требуют все еще. Да, невозможно кто-то из вот этих людей оптимизейшим. Он будет вот этим заниматься. Или security engineer. Скорее всего, да. Так вот, а у джеба буша есть тоже плюс небольшой. Во-первых, потому что у него сайт на WordPress. Да, я думаю, это и есть плюс небольшой. Нет, это минус. Да, действительно. All-info джеб. Типа, все на джеба. У него, кстати, фуллскрин хедер. У него... Мне нравится у него... Даже вот не брать то, что в расчет есть Клинтонша и есть джеб, да? Просто у него вот этот хедер, он какой-то более с теплыми тонами. Ну он желтый, а там у него синий концентрация, а тут желтый, чтобы вы уходили быстрее. Контракция, да. Просто мне вот контраст не нравится вот у этой рамки. Это плохо, да. Но мне мужик вот справа не нравится. А мне вот эта девчонка. Опять же девчонка, именно. Так вот, мид джеб. Моя жизнь изменила всегда, когда я был молодым. Все. Да, так вот, у них WordPress, во-первых, потому что... SEO-плагин. SEO-плагин от UASTA, во-вторых, потому что мы просто знаем, как факт. А мы знаем такие вещи, как факт. А мы делали. Defaultheader.jpg Отлично, закоменчено. Есть не дефолт еще, видимо, где-то, но это мы уже не узнаем. Да, кстати, schema.org разметка у них есть, и это круто. Это прям внушает... Мне интересно, а кроме веб-пейдж будет здесь хедер какой-нибудь? Что-то, похоже, больше не будет. Ну, хотя бы веб-пейдж, не знаю. Давай потом после этого в шоп зайдем, сейчас мы все это... Хорошо, да-да-да-да. ES это ECMO-скрипт, скорее всего. Конечно, конечно. Так вот. Здесь в конце еще написано end of sight, let's go jep. Понятно, то есть все. То есть не классические вот эти там, не делайте ничего этому плохому человеку, он не платит, да. А вот end of sight, let's go jep. То есть здесь заплатил, скорее всего. Давай в шоп зайдем. Мы причем, мы не заходили в шоп. Сейчас премьера. Еще что-то было. Да там кепки сейчас будут, флажки. Ну, слушай, это еще неплохо. Клоу-кей. Не держи. Тоже есть. Тут, видишь, джепс восклицательный. Кружки. Кофейный. Кофе-маг. My dad. Тут вот классические американские футболки, которые вот, ну просто я не могу. Гуака-боу. Я пепельница хотел сказать, но, видимо, для чего-то еще. Кепки. Так это, может, казан какой-нибудь? А, ты имеешь в виду, здесь масштаба нет? Я имею в виду барбекю там. Love Whipping Up Guacamole on Sunday Funding. А что за Guacamole? Понятия не знаю. Это что-то джебовская тема. Да, господи, это какой-нибудь бухло сейчас. Наука. А, жрать. Закуска из пюре уэспирированной мякоти авокадо. Ё-моё. Ну это, наверное, во Флориде такое жрут. Ну, скорее всего. Потому что там с кубы его тащат бесплатно. Buttons. Просто себе на ноутбук наклейку. Очень американский, на самом деле. Вот стиль очень американский. Все, вот это красные надписи обычные. Да, вот эта форма на весь экран. Почему имейл-адрес настолько важен, что я его прям по центру сделаю? Чтоб тебя отсылали, потом спам на него. Да, для них кто-то действительно сам. А что это за куски? Это штаты. Это очертания штата. Ну, нет, окей, но почему четыре всего, а не пятьдесят четыре? А им только эти штаты важны по какой-то причине. Вот именно вот НВ, что это такое НВ? Ну, это НЕВАДА. Ооо, НЕВАДАНЦЫ за джеба. А, ну то есть четыре основных штата за него, да? Видимо, где он, так скажем, пиарится. Где у республиканцев традиционно много всего. Ну, наверное, в Тексасе. А где Тексас? Вот это Тексас? Нет, самый левый, я думаю. А это как? Нет, самый левый, это какое-то говно, типа Небраски. При всем уважении. Как-то говно там, пенни же, тук-тук-тук-пенни. Айо это. Ух, еще одно говно. Ну, опять, вот почему? Почему такая контрастность дерьмовая? Не знаю, почему так хотели. Главное, Экмоскрипт главное везде есть. Главное, кстати, что такое Экмоскрипт? У нас причем... А, это испанский. У нас причем профильный подкаст. А, так мы сайт рассматриваем. Все профильно тогда у нас. Продолжаем. Давай. Или ты вывод хотел какой-то сделать? Я тебя вырвал как-то из пучины. Блин, ну я не знаю, вывод нас просто зацепило, что здесь ребята играют с этими, с логотипами, и просто вот как бы с брендинг-платформой играются. Да, это молодцы. Мы тоже играем. Сегодня мы написали, что у нас 600 подписчиков на Твиттере, и двое сразу удалилось. Наигрались. Да. Альтернатива к капче. Вот такая следующая у нас новость. То есть она аж перенеслась на другой монитор. Для альтернативных? Да, скорее всего. Девять. Тоже контраст-то так, скажем себе. Видимо, это тренд новый. Мы любим здесь тренды новые обсуждения. Вот новый тренд, это говеный контраст на Хедере. Восьмиминутный ридинг. Да, восьмиминутный ридинг, мы его пропустим. Капче это бла-бла-бла, они нужны для пользователей, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Новый вид капче вот такой. Перетяните морковку к кролику. То есть можно прям драгон-дропнуть, и вот тем ты самым подтвердишь, что ты не робот. Я больше чем уверен, что из этих девяти решений, девять не работают на мобилах. Блин, кстати, да. Ну, на самом деле, последние работают. Я просто помню, какие последние, и там очень круто все. Видимо, потому и последние. Play through. Здесь, ну, короче говоря, здесь, опять же, пользователь что-то делает. Видишь, драгон-дропает. Из-за этого, значит, что он не робот. Все, робот не может. Видишь, робот нет. Да, если мы здесь это видео включим, оно, к сожалению, не открылось в следующем этом. Там видео install drivers. Да, да, здесь просто даже вот не потрудились ничего обрезать. Что это такое? Ну, они, видишь, мяско складывают в холодильник. Микрофон вот не складывается в холодильник, иначе ты не робот. Робот бы микрофон в холодильник сложил. Понял. То есть именно вот эти распознавательные, так скажем, человеческие штуки... Ну, да. ...и для робота никак. Ни в какую. Следующая, биометрическая security. Ну, здесь понятно, то есть пальца сканировать или... А куда прикладывают их, простите? А вот, видите, что есть камера у вас, есть смарт-скрин, трекпед. Ну, трекпед, естественно, никак фингерпринт не сканирует. Но я тебе так скажу. Вот, например, на некоторых рендовых ноутбуках есть считыватель отпечатка пальцев прямо справа, там, снизу. На... Под клавиатурой. Я, конечно, не знаю, насколько к нему... Под клавиатурной? Да, но насколько к нему... А пиха открытая. Возможно, к веб точно его не может использовать. От джеба. Может использовать? Джеб, да. Ю-Джеб подкаст. Текст месседж верификацион. Тебе на смс-ку приходит, на телефон приходит код. Классика. Есть гугловское, по-моему, не помню чье точно, приложение аутентификатор. И оно в какой-то степени уже даже стандарт мировой, потому что даже Яндекс его использует. Яндекс. У тебя в этом аутентификаторе отображается код, как в World of Warcraft, в Battle.net аутентификатор, только более унифицированный для всяких других вещей. А так просто у Гугла и Капча своя есть? Да, но они, видишь, все. Я просто могу путать. Может быть, аутентификатор не гугловский. Но выглядит сильно, как гугловский. То есть он прям материальный здесь. Не у Капча. Так. Здесь анимация. Я, к сожалению, не нашел ни видео, ни гифок, но здесь буковки ездят туда-сюда. И робот, видимо, тоже сразу в ступор впадает. И китайцы, которые эти Капчи будут. Я думаю, против них это тоже все направлено. Это все против них. Потому что они-то точно микрофон в холодильник сложат. И отпечатков пальцев. У них все эти... На их ноутбуках все счетчики отпечатек, они будто форские. Там, на самом деле, ни хрена не близко, это не кофе ставят на них просто, и все. Или что они там пьют? The Honey Pot Method. The Honey Pot Method, это... Я тебе так исторически скажу. Это когда ты ставишь... Вот ты садишься есть на свою террасу уютно. Так. И у тебя много ос налетает на твою колбасу. Хамон на твою, на прошутто. Угу. И ты ставишь баночку с медом в другую сторону, все осы на нее слетаются и не мешают тебе жрать. Ты кушаешь спокойно, да? Да. Так вот, здесь ты делаешь скрытый input, который не виден пользователю, а боты, которые заполняют форму, они его, это поле тоже заполняют, потому что они просто все поля заполняют. А ты делаешь проверочку, вот здесь бесхитростная в JavaScript проверочка, что если в поле input website значение, ну, грубо говоря, что записано не равно нулю, то тогда значит это робот и говно. На самом деле уже есть роботы, которые научились это обходить, и вообще это, ну, не самое крутое, это до капча как раз такое и использовали. Сейчас лучше использовать и то, и другое, и третье. Ну, достаточно простая, да, проверка. Есть математическая капча, причем в данном случае даже WordPress-овский плагин какой-то нам показывают, что там вот на контакт форум 7 распространить, и там на форму комментирования капча, что там плюс-минус. Сколько будет? 60 плюс 30, или 150 плюс 150, лучше. Понятно. Confident капча, это я всегда ввожу такую, как книги скачиваю для ознакомления к нам в пабличек. То есть тут можно прослушивание нажать. Чем это альтернатива капчи? Я не знаю, потому что для меня вот это квинтэссенция капчи. Мне тоже кажется. Как она попала в эту статью, не ясно, но вот попала. Ааа, смотри, здесь quick verification. Нажмите на очки. И вот можно нажать на очки, понял? То есть они заменяют вот этот, вот эти, но я пока еще не видел, я вот это все еще ввожу. И знаешь, там иногда есть картинки, фотка дома какого-нибудь жилого, и там номер дома написан дерьмово, знаешь, так краской залит наполовину, и вот надо его ввести. Ну это ты робот, если тебя плохо видит. Скорее всего. Ну и естественно, но капча-рекапча, это новая гугловская тема, когда ты просто жмешь на чекбокс I'm not a robot, и тебя сканирует. Вот это я не понял, как, все-таки, мы же обсуждали, как она работает, да? Мы с тобой обсуждали, что непонятно, как она работает. Что Google сами сказали, что вот, вот как вот ты подвел мышку к этому этому, играет роль. Как вот ты нажал, вот было ли у тебя долгое нажатие, или просто сигнал нажатия отправился. Так возможно, кстати говоря, робот вообще не ведет мышкой. Он просто переключает поля. Тоже может быть, да, он табается, грубо говоря, и Enter жмет. Ну то есть для тех, кто не понимает, робот, он не сидит за компьютером. А да? А почему там рисовали во второй, что робот за компьютером сидит не может? Я думаю, это один из тех роботов, которые недавно, недели или две назад, была новость, что двое роботов в Японии обженились. Что создатель, он обженил двоих роботов своих. Вот я думал, это один из них сидит за компьютером и пишет. Так вот, кстати, в ReCapture, мы когда обсуждали, уже об этом говорили, кстати, плагин даже есть для WordPress, WordPress ReCapture, по-моему, называется. Да-да-да. Хитро, да, название? Там иногда тоже котятки всплывают, типа, прокликайте всех котяток. Когда Google не уверен, что ты все-таки... Вдруг это робот все-таки сидит за твоим новеньким MacBook Pro. Все. Короче говоря, чем более открытый экспириенс, то есть, когда нажать на очки, это более открыто, чем когда там... Вот некоторые капчи, ну, вот я честно признаюсь в своей жизни, пару раз я неправильно вводил. Я, может быть... Зачатки у тебя есть какие-то? Нет, ну, когда неправильно вводишь, лечится, в принципе. Вот, поэтому, на самом деле, вот эти штуки, они значительно более удобные, даже чем вот эта вот хреновина. Ну да, я согласен с тобой, абсолютно. У меня тоже... Sprew yourself wrong with 4Gate UX. И просто капчи еще бесит. Вот давай так, по UX. По просто... Ну да, кажется, тебя подозревают в чем-то. А тут, ну, вдруг просто хочет создатель сайта узнать, где котятки. Да? Да. Переходим к следующей теме. Они твои, там много прям вообще всего. Так, следующая тема у нас это про Windows, да? Мы начинаем с плохого или с хорошего? С плохого, да, я так понимаю? Я... У нас две новости. У меня просто почему-то хорошего нету в... В списке. Да. У меня открыто вроде как. Да, ты мне скинь в чатик, пожалуйста. Вот это, да? А, это хорошее. Это у меня есть. Я думал, хорошее это релиз. Ну да ладно, что релиз? Ладно, скажем, да. Короче, релиз, в принципе, можно с этого и начать. Это, давай, нехороший, это среднее. Пока непонятно. А, это понятно, да. Вышла Windows 10 полностью. Она вообще, я помнил, знал, что она 28 июля должна была выйти. То есть она вышла 28 июля. Наш предыдущий подкаст был 27, поэтому технически это самая тухлая новость в нашем сегодняшнем арсенале. Потому что она прям вот все три недели ждалась, лежала. Томилась. Да. Вот. Возможно, чувак, он, в принципе, параноик, я думаю. Ну, такие люди обычно, да, они... Вот. Ну и он начал все это отслеживать. Причем, начал с самых главных функций Windows 10, которые появились. То есть начал с Cortana. И оказалось, Cortana-то собирает больше всего. Да ну нахрен. В нее вводят больше всего, опять же. К слову, обведение. Да. То есть сейчас она, типа, собирает только на английском. Но, как бы, оно вообще в принципе собирает. И это уже плохо, типа. Собирает она. Значит, сейчас я вам покажу просто, чтобы вы видели. Вот сейчас на экране. Это вот сайт, на который отправляет Cortana-то. Чтобы не потерять. На все сервера сразу. Даже на msm.com. Да. Как бы, ну а почему нет? Мне, мне, мне нравится, знаешь, какой вот этот A-0.01. Конечно, да. Да. Вот, короче, она собирает. Причем, отсылает очень большие пакеты. Реально, весят мегабайтами. Каждые 15 минут собирает. Примерно по 80 мегабайт. 80. Надо задуматься. А если не анлим, увользователь? Причем, оплодный не анлим. Это странно. Короче, суть в том, что, во-первых, это хранить надо все им, бедным, майкрософтовцам. Во-вторых, он думает, что это вав-файлы с голосом падают. Прям летят. Да, предположил. И если это так... Ты знаешь, просто вавки бы отправлялись. Даже не зашифрованные, а просто. И причем даже с тишиной. Просто ты ничего не говоришь, тишина отправляется им. Это охренеть, сколько винтов. У меня вот на PC нет микрофона. Ну, есть, конечно. И сейчас все пошли к нам на сайт кнопку пожертвовать. Сразу начали. Да, да. У меня вот нет на PC. Есть, но он не включен просто в обычное время. Поэтому там записывать решительно нечего. Возможно, это именно для Windows 10 for планшет или for iPhone. В смысле, просто for phone. Если, короче, если ты начинаешь это все блочить, да, у тебя сразу начинаются ошибки, картана не работает. А, да? До этого-то я не дочитывал. Если запретить коммуникацию с серверами из списка выше через файл hosts, то в дальнейшем программа будет выдавать ошибки. Охренеть. Причем память не может быть рит. Память не может быть рит, да. Вот. Короче, картана даже типа в фоновом режиме что-то пытается у вас там, значит, слушать. Она слушает вас типа даже в фоновом, если вы включаете. Далее. Далее, далее, далее. Далее, далее готово. Про картану мы поняли, да, что она сильно собирает. Дальше. Про чаты ты мне рассказал, меня шокировало, не скрою. Сейчас вообще, мне кажется, мурашки у всех побегут. Мураши. Значит, если вы пишете в любом установленном чате, то есть именно вообще любое приложение стороннее, вы в нем пишете, допустим, хочу поехать в отпуск там туда-то, то сразу же в вашем браузере или там Е11 или Edge, ну, тут написано только про Edge, мне кажется, это ко всему относится. Короче, сразу начинается валиться реклама. А вот вы, кстати, съездите в такой-то отель там, допустим, такого-то этого. То есть следят даже туда. И тут, опять же, три адресочка, на которые отсылается вся ваша информация. Да, они говорили каждые 30 минут. То есть тут они... Тут пореже маленько. Далее. Далее, далее, готово. Мне понравилось это. Значит, что еще? Сейчас я вспомню, что еще. Так много она всего отправляет, что просто... Веб-камера. Представляешь, веб-камера? Но веб-камера, она один раз, единожды. У тебя на системе, когда чекает веб-камеру, 35 мегабайт отсылает. Но, короче, чувак проверил это всего лишь там, ну, раз в неделю. Там, может быть, просто промежутки. То есть раз в месяц посылает видосы. Представляешь, вот за тобой следят, а раз в месяц там пару гигабайт от тебя отослали. Нормально. Ну да, да. Меня все за трафик, честно сказать, беспокоит. Вот как минимум за него. Он там просто, у него здесь есть скрины, где он расшифровывает эти пакеты, ASPX-овские. Ну, неплохо так тут. И тут он видит, возможно, что-то здесь. Он что-то, я думаю. Вот он, вот картина тут за ним висит. Да. Короче говоря, представители Windows заявили изданию, что Windows 10 собирает только информацию, которая поможет в будущем улучшить предоставляемым пользователям сервис. Тем не менее, не все пользователи рады тому, что система продолжает что-то отправлять на сервер Microsoft, даже если запретить это делать, и пытаются решить эту проблему самостоятельно, создав соответствующие инструменты. Короче, на гитхабе выложено, естественно, Disable Win Tracking, которое использует некоторые известные способы отключения слежки Windows 10. Как тебе вообще, в принципе, новость в целом? Ну, эта новость наверняка будет неприятна тем, кто использует Windows компьютеры как основную машину. Поскольку у меня это дополнительная хрень, чтобы поиграть, то я с удовольствием. Ты не боишься, да, что там будут у тебя смотреть, в какие ты игры играешь? У меня без профиля в стиме открытый, поэтому я вот здесь открыт как... я прозрачный, как выборы. Ну и ребята, кстати, в комментариях, а именно ребята в комментариях пишут, что... А вы чё, ребят? 551 комментарий, между прочим. Да, как бы Google-то уже 7 лет назад уже давно собирает всё про вас. Всё, чё вы вводите. Я уверен, что если в Gmail сидеть через веб-интерфейс и писать тоже про отели где-нибудь в Гаване, к слову, опять же, о Гаване, то там же, знаешь, вот в их веб-интерфейсе над ними есть рекламка, и она подозрительно мне каждый раз напоминает то, чё я писал. Кстати, кстати, я забыл сказать, что, короче, Windows 10, знаешь, чё ещё отслеживается? Там вот есть обычный поиск по системе, и ты поешь у себя... Он типа спотлайта Макросова, да. Ты пишешь там, типа, знаешь, короче, ну, у тебя какой-нибудь фильм на винте лежит, ты пишешь, типа, там, пираты Каибского моря. Угу, допустим. Ну, там ещё какие-нибудь пираты, пираты просто. Вот, короче, пишешь, и он эту инфу записывает в текстовый файлик практически, и тоже отсылает в Майкрософт, которые у тебя, возможно, будут проверять сертификаты на... На киножке. Столько, ё-моё. И потом, возможно, в будущем будет блочить пиратский фильм. А если я DRM-фри где-нибудь фильмы купил? Или DRM-фрика? Да, вообще, вдруг... Если я DRM-фрика? Нет, окей. Вдруг у тебя вообще личные какие-нибудь видео там лежат, а называются пираты Каибского моря. Да, тоже, кстати. Как бы хреново знают. Ну, короче говоря, это всё под большим вопросом. Тогда они посмотрят эти твои личные видео. Они отошлют под видом веб-камеры это всё. Да, да, да. Они включат у тебя веб-камеру. Да, да. Ну, давай. Это, короче, было о плохом, что, в принципе, все системы, которые хотят денег, они всё равно будут собирать свои данные, поэтому как бы чё? И, опять же, все просто системы будут собирать свои данные. Ну да. Такое пессимистичное заявление немножечко. Вот, а вообще... Не говори о хорошем, хотя, чё в этом хорошего, я, честно сказать, не знаю. После этого, да? Да, да. Короче, нам представили сайт, который никак не относится к Microsoft, я так понимаю, onthehub.com. Представила нам... Это сколько? Десять их тут, интересно? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, десять, так скажем, слайдиков. Да, десять слайдиков, на которых находится практически вся история. Лучшие моменты Windows системы. Как-то много лучших моментов у них. Это, знаешь, как в футболе. Да, нарезку лучших моментов. В принципе, наш подкаст, это прям лучшие моменты веб и ID индустрии, вот, прощачьего периода, который вот... Это худшие моменты, по-моему. Да, да. Короче, погнали. В общем, scroll to start, такая штука. Я вот вроде уже скролирую, а тут... Очень сильно тормозит. Я просто нажимал на точечки. Но мы, чтобы вам показать, мы будем, видимо, скролировать. Я, кстати говоря... О, ты видел, там подергивает немножечко, я не успел видеть. У тебя какая... О, отлично, отлично. Оставляй. Так, короче, Windows 1.0. Ну, тут вообще справа. А почему Windows? Мы задались вопросом, как обычно. И мы пошли дальше. Ну, вот это все. Да, тут смотри, можно нажать. Не, можно навести. О, это прикольный факт. Прикольный факт. Это как в детских концертах. А знаете ли вы? Ну да, что, типа, мышки, типа, что придумали... А, короче, с помощью вот этой игры... Да, и версия, типа... А я в такую игру играл. Если это та, о которой я думаю, то нас на Олимпиадах по логике заставляли в ней играть и обыгрывать компьютер, как пять точечек в ряд, короче говоря, поставить. И не давать противнику поставить его пять точечек. Кстати, ты, кстати, слышал, опять же, вот эта новость была недавно. Что, знаешь, что? Что, короче, вот эти старые игры в Винде 95-98, типа всякие... Собирали информацию. Саперы, косынка, вот это все. Они... Ну, сапер в основном... Там, в основном, тема в сапере, по-моему, была. Они не то, что собирали информацию, да, и собирали тоже, но они, типа, учили тебя пользоваться интерфейсом Винды изначально. То есть ты вот видел это все, ты открываешь, ты нажимаешь, ты понимаешь, как работает. У меня мурашки пошли сейчас. Я вообще... Короче, вообще в шоке. Давай дальше. Windows 3.5, я так понимаю, да? 3.1, наверное. 3.5 дискеты 3.0. More Games, видишь, вот они тут начали уже нам подкармливать своим дерьмом. Они цвета, возможно, они на примере... Это, знаешь, как стандартные приложения в айфоне, они же тоже тебе демонстрируют мощь. Это мощь, кстати. Несмотря на то, что придумали кучу других крутых сторонних приложений, здесь цвета, возможно, тебе показывают. Стали 16 цветов, они сразу сделали красивые игры, которые тебе демонстрируют во всей красе. Давай наведем первый Blue Screen of Death. Да. И Windows 3.1. Windows 3.1 у меня уже была. В 94-м году. Не, у меня только 95-е, да? То есть у тебя была 3.1? Да. 95-е у меня у сестры была. Но 3.1 у меня была, да. Так дергается, так дергается, это так круто. Короче, 95-е. Это то, что мы знаем. Тогда, я помню, точно не было в проводнике вкладок еще. Каждый раз папку открываешь, она в новом окне открывается. А, да, это вообще, это просто, это old school. Я в Warcraft 2 играл на 95-е в Индии. Да. Не только, и в Legend of Koran, и в... У меня быстро с 95-е на 98-е перешло, но я немножко тоже играл, да, в Warcraft, Doom 2, там, вот это все. Comic Sans was introduced for the first time in Windows 95. Это, кстати, уже не очень фан-фэкт, это просто уже did you know, понимаешь? Потому что... И, кстати, здесь, когда наводишь, здесь все Comic Sans'ом стало, если ты видишь. Мне кажется, кстати, в 95-м вообще прорыв был, наверное, в Comic Sans. Ну, если первый раз интродюснули, то, конечно, прорыв был. Это как Lobster был. Да, скорее всего. Вау. Да, ну ты просто вспомни. Вот я как раз тогда, опять же, заходил на сайт еще через модем и смотрел там коды какими-нибудь играми, и там все Comic Sans'ом, мне кажется, было. По крайней мере, мне так запомнилось это все через мое восприятие. Дальше была 98-я, это лучший момент, я напоминаю, вспоминаю. Была 98-я, там Quick Lounge, потому что было вообще сильно все быстро. И Lounge. Да, и Lounge там был. Когда Билл Гейтс продемонстрировал 98-ю... Ну, короче, был краш и синий экран смерти. Это я помню, это классический ржач, вот это все. У нас в институте такие корпуса, кстати. Все еще стоят. Может быть, все еще, да, но стояли. Тут уже, заметь, мышка похай-течнее маленькая. Да, там что-то даже было. Да, было что-то было. Было и было. Windows XP, это уже какой-то крутой прям корпус. Мне кажется, XP до сих пор самая популярная. Ну, с учетом того, что мы, когда... Вот я тебе рассказываю, вот там Никита, новость такая. Я, кстати, видел еще гифку тоже. И там вот весь этот лендинг был записан как гифка, и вот та новость называлась XP Forever. Вот именно в Урле было написано. Ну, вот, то есть, да, то есть, все-таки... Это тебе тоже фан-фэкт. You don't know. И что там... Несмотря на то, что 14 лет Windows XP уже по возрасту, она на втором месте по популярности. А первая-то какая-то семерка, да? Ну, семерка, видимо, уже семерка. Тема Луна. Был супер прямо изменение по сравнению с 95-й виндой. То есть, там в 95-98 все такое серое. А тут вот эта вот тема. Тут еще безмятежность. Так, давай дальше. Значит, пропускаем, я так понимаю... Висту? Нет, Висту не пропускаем. Виста сейчас будет, это тоже хороший момент. Пропустили Миллениум и 2000. Да. Хотя они-то были до XP. Они были после 98-го. Это были корявые модификации 98-го. Я их ставил обе. Flippin' awesome. Здесь уже, кстати, лэптоп. Ты видишь? Причем HP-шка. Это HP Павильон DV6 корпус. Да? Офигеть. Может быть, DV4. Что-то не DL как-то. Ну, как-то не удалось пока. Aero интерфейс представили они. Ну, видишь, типа, уже интерфейс действительно такой хай-течный стал, что просто... Я вот даже не помню вот такого альт-таба не. В семерке, видимо, от него отказались, потому что он влагал. Потому что тормозило, да? Виста у меня, опять же, была у сестры только, и я, как бы, с ней дел не имел. С сестрой после этого. Да, после Висты. Кстати, Aero, видишь, Authentic Energetic Reflective Open. То есть это аббревиатура. Вау. Из-за того, что это еще просто Aero, воздушная, это еще и аббревиатура. Так, хорошо. Этитично, энергично, отражательно, открыто. Отражательно. Отражательно. Ну-ка, давай дальше. Так, в 2009-ом появился Windows 7. Вот это уже, может быть, и Dell. Кстати, да. Windows 7. Ну, слушай. Новый таскбар, можно было пинить просто. Да, господи, обсуждать плюсы Windows 7 по сравнению с Висты, это смешно. Да, это смешно. Most popular OS in the world. Ну, все, это как бы, это понятно. Windows 8. Я помню, вот, начиная с Windows 8, я стал сильно следить. Хотя, повторюсь, я и Millennium 2000 ставил. То есть я тогда следил, в принципе. По квартире ходил и следил. А Windows 8 я с превью-версии прям начал следить за всеми их новинками. Тут уже понятно, что уже на планшетах все появилось, на всем везде. Start button, между прочим, другой стал. Теперь же типа... Ну, да, его убрали, но на левый угол по-прежнему можно было кликнуть, и вот это вот старт меню, или на флажочек нажать на клавиатуре, как обычно. Ну, и вот Windows 10, которая была представлена, собственно. Блин, здесь уже их новые вот эти ноутбуки цветастые. Или это даже Surface просто с клавиатурой, их планшет. А, может быть, кстати, может быть. Тут не подписано как-то. Тут, во-первых, старт меню вернули. Самое главное. Ну, и типа можно на Xbox стримить, или с Xbox стримить? Нет, Xbox-овские игры стримить на Windows 10. Видимо, подключить геймпад. И играть на ноутбуке. Ну, это как со стимом. Ну, да, да. Там даже у них теперь трансляция. Что ж ты все про стим-то и про стим? Да, че-то я это... Все, конец. Вот такие. Обязательно, что вся эта штука... Воу, я тут что-то устроил. А что ты сделал? Я просто скролли усиленно, и тут... А, смотри-ка, так это конец лендинга. Это нам сразу теперь пиарят студентам скидка на десятку. Вау. То есть, те, кто не купил, все еще. И Parallels нам предлагают. Скидку на Parallels, если у нас есть Винда, или скидку на Винду, если у нас есть Parallels. Ну, в принципе, вот так. Охренеть. У нас еще одна лендинг-инфографика. У нас причем же 52 минуты прошло, поэтому мы ускоряемся. Как Apple изменила юзер-интерфейс? Историческая линия времени by Punch King Interactive. Ну-ка, это будет тормозить, интересно? Да, не будет, кстати. Кстати, черт, я сразу вниз проскролил случайно. Зато не тормозит, я просто крестик хочу набил. Ну, давай, я с удовольствием. Зато крестик не нажать. Интродакшн. Короче, между Macintosh'ем и Apple Watch'ем утекло столько много воды, так много устройств крутых было. Давайте посмотрим, что же у нас появилось в... Как же развивались интерфейсы операционных систем компании Apple. Так, давай. Впервые в 84-м году Apple украла идею графического интерфейса у Xerox'а. У ксеноморфов. И... Я что-то подвинулся. Я просто начал думать, у Xerox'а они украли операционную систему или мышку? Но нет, украли операционную систему и добавили мышку. А чё, кстати, Xerox слился-то в этой гонке? Вот я не знаю. Они обиделись, может быть. Они как-то с тех пор обиделись, так говорят, ну пошли. Ну и ладно, мы будем просто ксевить. Да, да. Ну и просто промышленную аркотехнику выпускать, и нормально им будет. А может быть, даже они тоже деньги зарабатывают неплохие. Ну не так, как Apple. Кстати, Apple сегодня упал на 100 миллиардов, опять же. К слову. Xerox'а уже сейчас. Да. Потому что они как бы на тот же процент упали, но у них этот процент составляет 1 миллиард. Да, да. Ну в общем, здесь были окна представлены, папочки, файлики, всё круто. Первая версия Mac OS. И тут ещё про шрифты каждый раз говорят. Chicago и Женева были шрифты операционной системы. Такие достаточно, знаешь, как будто бы эти, как консольные шрифты. Моно-ширинные, вспомнил. Они не полностью моно-ширинные, но такие корявенькие. В 90-е был представлен новый macOS там дальше. Так. Супер цвет. Разрешение побольше. Добавили вот этот тулбар корявенький, как у винды практически. Кроме верхнего вот этого шикарного. Угу. Ну, короче говоря, новый интерфейс, теньки. Всё такое типа цветное. Файндер вот это, лицо. Да, 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 да. На очень на 95-ю винду похоже, кстати. Шрифт сменили на charcoal, потому что лучшее разрешение. И нужно было другой шрифт подстроить под новое разрешение, чтобы он не был пиксельным. Ну, кстати, у Mac'а всё серое, у винды там всякие синие, всё-таки окна. Ну, тут вот тоже, видишь, зелёное и синее, в принципе. Ну, да. Ну, да, вот это вот именно подписи у окон, да, они синенькие были. Ну, тут зато ползунок синенький, а винды серенький всегда был. Слушай, они договаривались, мне кажется, у вас сегодня это синенькое, а значит у нас то серенькое. Айф ещё молодой был. Да, возможно. Сэр. Ещё сэром не был. Не был сэр. 93-й год, Ньютон ОС была, то есть, если ты помнишь, Стив Джобса выперли в начале 90-х из компании. Так. Он основал свою компанию Next, там копошился, в 97-м его вернули в Apple. Кот, когда его вернули в Apple, он вот этот Ньютон забраковал, а это был такой типа коммуникатор, карманный компьютер со стилусом. Так. Если помнишь, была такая мода, и Apple уже в 97-м, то есть тут в данном случае написано в 93-м, в 97-м он отменил. Они вот эти 4 года занимались разработкой такой мобильной хреновины. Он запорол, сказал, не, это говно, это не элегантно, всё закрыли, здесь прямо это написано. Но вот так у них это выглядело. То есть тут уже, ну я не знаю, похоже ли это на iOS в том, это на Android на самом деле похоже. Ну, кстати, да. Потому что здесь вот слева направо можно несколько столов листать, здесь тоже ещё какое-то говно, всё непонятно. Ну, потом этот чувак обиделся, ушёл в Google. Возможно, да, не сказано пока. Может быть, это Ive был, опять же, или Ким Кук, с тех пор он обиженный. Ну, это да. Не будем. Стив Джобс принёс Aqua, вот этот интерфейс. Возможно, Aero-вистовцы слезали с Aqua, тоже что-то такое. Тут водное там, воздушное. Ну и добавились вот эти кнопки, которые хочется лизнуть. Это как раз из Next'а было. То есть это уже скиломорфизм, мы можем это называть или нет ещё? Да можем, наверное. Да скиломорфизм с самого начала был. Видишь, калькулятор выглядел как калькулятор. Ну да. То есть технически на тот момент мониторы более скиломорфно обрисовать и не могли. То есть всегда, в принципе, всё хотели делать ксилом. Ксион. Ксенофобски хотел сказать. Скиломорфно. Видишь, фейворит сердечко прям такое. Блин, а. Хотя на самом деле сердечко-то не такое же. А ты чё начал? Ты чё, биолог, что ли? Ну я чё-то чуть... Смотри, приложение A буквы давно уже аппликейшн стоите. Где? А, да, да. Линейка-то. Причём оно букву A и означает, я думаю. Ну, конечно. Док добавили в первый раз. Вау. То есть прям вот более элегантно, чем тазкбар в винде. На мой личный взгляд. Ну, кстати, это вообще самое приближенное. Это уже вот зачатки. Потому что это Mac OS X. Это уже OS X фактически называлось. Ага. Ещё не просто OS X, а Mac OS X. Но факт в том, что да. То есть это оно. Здесь, кстати, уже даже эти были. Фейстаймы. И он FaceTime тогда iChat назывался, насколько я помню. iChat. Да. iPod потом представили. Колесо, кнопку меню. Всё. Вот это тоже суперинтерфейс. Что меню можно было вернуться на предыдущую. Ну, как и назад, короче говоря. На предыдущую композицию? На жизнь моя здесь разрядился. Как только подсветка включилась, сразу разрядилась. У меня, кстати, был iPod mini в 2007 году. Это который с винчестерами, да? Да, 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 да. Здесь винчестер тоже был. И тот тоже был с маленькими винчестерами. Даже новый себе заказывал на 8 гигов вместо 4. Первый iPhone вышел. Смотри, какой маленький. Плюс, ну, такое ощущение. Прямо его сдавили. Сверху и снизу. В тисы поставили. Ну, после того, когда ньютон забросили, сделали всё-таки другой тачскриновый интерфейс, уже с пальцами. Тоже скиломорфный всё ещё. Всё прям такое. iPhone OS называлось изначально. Тоже было всё такое, лизнуть хотелось. И после этого iOS 7 добавила плоскотни в наши с вами жизни. Обывательские, айфоновские. И да, то есть здесь белые цвета, такие все какие-то радужные, уже начиналось тогда это всё. То, что продолжается сейчас уже, даже вот в Йосемите, то же самое добавили уже на Mac'е, что всё прозрачное, с градиентиками такое. Воздушное. Ну, да, шрифты тоже меняются. То есть был Лицидо Гранде, причём вот с самого вот отсюда она была. И добавили теперь Сан-Франциско, да? А, нет, гильветику. Гильветику Ноя добавили сначала. Потом Сан-Франциско уже добавили после Apple Watch'и, потому что нужен был узкий шрифт. И вот это типа венец их интерфейсной мысли о том, что здесь теперь всё очень круто. Ну, ещё бы оно не разряжалось каждые восемь часов, и тогда можно будет как-то посмотреть. Ну, ты, кстати, у тебя была возможность потрогать Apple Watch'и, но ты обошёл стороной. Да, я трижды проходил мимо Apple Store'а в Германии, и как-то что-то я не зашёл и не повёлся я, наверное. А тебя бы не пустили, тебя выгнали. Мальчик, ты иди отсюда. Мальчик, иди в жопу, как там Зейналова, говорю. Ну, не знаю, просто как-то... Я точно знал, что я не буду тратить 350 евро на эти часы. Во-первых, потому что проще потратить 350 долларов. Доллар-то всё-таки ниже, чем евро. А у них в евро там всё дорого. И как-то вот себя берегить. Ну да, кстати. Ты бы потрогал, такой, а может всё-таки... И чё, да, это не знаю. Не стоило это того. Кстати, у нас тоже же уже официальные продажи есть, по-моему, от 28. Но на Apple.com уже в магазине есть точно, я смотрел. Вот такая вот новость у нас была. Так, чё у нас дальше там по плану? Комментарии в YouTube. А, комментарии в YouTube. Короче говоря, скоро, ещё не сделали нифига, но будет. Вот на Google, official blog Google есть. Official blog Google, я вот сейчас всё на русском открою, на всякий случай. Так вот, короче говоря, Google объявила разделение аккаунтов Google и Google+. Сказалось бы, нахрена делали раньше тогда, до этого. Причём воевали, боролись, мне кажется. Думали, что как-то у них хватит силы, тяги. Мужской, но не хватило. Вот как ты думаешь? Значит, давай начнём с конца, значит. Или же Google+, умирает, или же они просто уже туда влили, так скажем, кучу пользователей, и теперь уже это им неинтересно, и просто можно теперь разделять обратно. Мне бессмысленно разделять обратно. Мне кажется, если ты уже что-то укрупнил, и что-то круто работает, то ты это разделять уже не будешь. Так же, как, например, ВК, вот Snapster свой добавил, Snapstagram, они же его не разделили, там ВКшный аккаунт нужен, и я думаю, уже не изменится ничего, потому что оно изначально так разрабатывалось. Или фейсбучный мессенджер, тебе нужен фейсбучный аккаунт для этого. То есть, ну, мне кажется, просто они... Они... У них, короче, курица до яйца была. То есть у них сначала был YouTube, а потом был Google+. И они начали в YouTube лезть с Google+, вот этим поганым. Но у них, знаешь, изначально вообще был YouTube не отдельно, не гугловский. Да, согласен, это вообще не купленный стартап. Так вот, зачитаю, мне это нравится. По словам вице-президента Google Брэдли Хоровитса, с момента объединения аккаунтов многие пользователи отмечали, что таким образом проходить авторизацию в сервисах стало намного удобнее. Но мы также слышали мнение о том, что использовать аккаунт Google+, для других наших сервисов бессмысленно, отметил он. Ну, я уже привык, честно сказать, к Google+. Ну, они нас, как бы, они нас крестили, как бы, специально. Да, да, насильно, как Владимир, загнали в реку вот этого Google+, на бесчинство. Когда два комментария в год там постят. Так нет, больше всех же бесит это. Ты там, типа, написал в одном, у тебя запостилось в другой, написал в YouTube, запостилось в Google+. Ну, и наплевать, и чё, ну, я вот привык, я как-то с этим так смирился, я думаю, они уже по мужикам будут до конца держаться своего мнения. Но, видимо, они пытаются уже сбросить, короче, Google+, потому что, как бы, вот, однако... Как у нас, Медведев отменил летнее время и не возвращает его назад, потому что, ну, это, это значит уже прийти, сказать, ну, слушайте, да, мы обосрались в прошлый раз. Давайте всё-таки попробуем по-другому. Вот, чтобы не говорить, да, мы обосрались в прошлый раз, я бы вот не менял ничего. Только, я не знаю, или они Google+, хоронить начали всё-таки. И тогда это логично. Просто ты его похоронил и, ну, плавненько это сделал, чтобы не шокировать людей. А если ты просто разделил, и они будут дальше вместе существовать, ну, не знаю. Google+, только на том и держался, что туда с YouTube валились комментарии. Да, и мы с тобой в этом подкасте обсуждали, между прочим, как-то раз, что там 90% людей в Google+, зарегились только из-за того, что YouTube. И из этих 90% у 100% просто только то, что они пишут на YouTube, посетиться в Google+. Ну, короче говоря, просто, ну, смешно. Так при том, что мы с тобой, опять же, где-то говорили чуть-чуть, что YouTube, он, как бы, всё равно всё ещё убыточный сервис. Ну, из-за того, что, чтобы его содержать, надо много денег, а рекламы, видимо, ещё недостаточно у нас везде. Ну, не знаю. На самом деле, в оправдании вот этой статьи, в оправдании нынешних гуглов, скажу, что интеграция с YouTube до самого конца была корявая до невозможности. Вот эти вот настройки, непонятно где, которые надо поправить, когда ты пишешь, а тебе ответить нельзя, только пальцы поставить. Вот это всё какая-то... Это бред. Каша мала, непонятно. Ты уже вообще бы тогда Google Plus Video назвал? Да, кстати. Ну, не назвал, но чтобы на YouTube прям у всех плюсы были как-то... А там так до самого конца и было как будто бы пополам. Не знаю. В общем, сделали они в высшей степени это корявой, поэтому... Ну, видишь, в свете того, что они всё сейчас закрывают, свои левые всякие сервисы, которые их бесят, это, может быть, оно... Может быть, тоже будут закрывать. Но тогда это хотя бы разумно, потому что просто разделять — это бред. Давай дальше. Здесь, кстати, 1953 комментарии уже с 27 июля. Кстати, эта новость-то ещё тухлее, чем с релизом Винды. Мы вот записали подкаст, и в тот же вечер они вот это выводили. Интересный комментарий. Это с помощью Google Plus, я надеюсь. Кроме шуток, с помощью Google Plus. Отлично. Потом, видимо, когда его отменят, здесь вообще комментариев не будет. Здесь будет перекати поле в этом. Там был вид. Чё у нас? Следующий у нас блок новостей про WordPress. Блин, все соскучились, наверное. Да, за время, пока нас не было, вышел WordPress 4.3 Билли. В честь Билли Хольды назвали. Мевица джазовая. Это очередное обновление, как я понимаю? Да, это очередное мажорное обновление. Назовем его обновление имени кастомайзера. Мы, собственно, с тобой 100 тысяч миллионов раз уже обсуждали. Это что все там будет в кастомайзере, там беты смотрели и так далее. Поэтому новинкой ни для кого не будет. Быстренько пробежимся и будем дальше идти. Давай. В кастомайзере теперь можно меню кастомизировать. Отлично. Прочтите за тавтологию. Форматировать, точнее, шорткаты для форматирования. То есть, Markdown разметка в том виде, в котором мы ее привыкли видеть в GitHub. В YouTube хотел сказать. В GitHub можно теперь в визуальном редакторе писать. То есть, два хэша – это заголовок второго уровня и так далее. Видос по самопроигрывающейся. Это, кстати, плохой юзер экспириенс. Я вот доскроллил, когда было на середине. Я не знал, с какого рожна там. Чего? Неправильно надо. Согласен. Сайт Айконс, то, о чем мы с тобой говорили. В кастомайзере можно теперь выбрать иконку, которая будет для айфончика и как фа в иконку. Это удобно. Вот это нормально. Согласен. Я для этого всегда сторонний плагин использовал. Хотя, может быть, я и буду его дальше использовать. Потому что он позволяет две разные картинки подсунуть. Одну в фа в иконку, а одну сюда, вот в touch screen иконку. Может быть, конечно, для консистенции лучше, чтобы она была одна. Но, как мы знаем с тобой из юзабилити, логотипа тоже нужно скейлить. И то есть, на баннерах 5х4 во весь дом ты один логотип Coca-Cola используешь, а в фа в иконке уже оставляешь только волну. А здесь волну и Coke, например, надпись. То есть, ну, как бы, нужно подстраивать. Поэтому это и хорошо, и плохо. Пишите в комментариях, что думаете по поводу вот этой фичи. Так, самое интересное, на мой взгляд, в этом релизе. Better Passwords. Лучшие пароли генерирует сам WordPress. Вот такую вот жесть для вас. Неплохо. Как бы потом ее запомнить, куда-то сохранить. Я запоминаю такие пароли обычно. Легко, держу до 15 в уме. Да, но тут лучший админ экспириенс, более плавный. Комментарии для страниц по умолчанию выключены. И можно еще больше там кастомизировать. Потому что мы с тобой в тот раз говорили. Вот, черт, здесь нету. Короче говоря, админ бар, который сверху, там сразу кастомайз появилась. И в нем выпадающий, что кастомизировать. Я помню, там уже одна кнопка кастомайз. Скоро, да, одна будет. И этому Константину Абинланду обязаны. Ты посмотри, скольким еще мы обязаны здесь. Согласен, многим людям. То есть, в принципе, наверняка, если сильно постараться и много коммитить, то тоже будешь здесь. Да даже если один раз. Я так понимаю, они чувствуют нужду перечислить вообще всех. Ну хотя да, у них же там, они остро чувствуют все бесплатно, чтобы было все участвовать. Ну, просто давай не будем в демагогию скатываться. Вот эта бортпрессовская демагогия знаменитая. Перейдем к следующим новостям про них же. Так. Плагин. Slack Team Inventations. Как вы знаете, чтобы в Slack пригласить в борт, как это называется, в команду, нужно, чтобы вам прислали имейл, вы вручную его записали, опровнули и так далее. Вот теперь в WordPress можно это автоматизировать. Плагин, в который пользователь оставляет почту, и ему на почту сразу же приходит invite. То есть, вы API-ключ от Slack подсовываете, и у вас все автоматически уже работает. Ты имеешь в виду, вот у тебя на сайте есть такая штучка, чуваки, хоп. Ну, ты такой говоришь, у нас uvdesigns.slack.com есть комната. И обычно тебе нужно у каждого собрать почту, кто хочет, и вручную эту почту вбить в админку, типа пригласить вот этого. Вот этот плагин это автоматизирует и для тебя, и для людей. Блин, хай-тек, а? Ну да. С учетом того, что нормально, чтобы это все было, нужно оплатить, чтобы он больше 10 тысяч сообщений хранил. То тогда... Так получается, в Skype-е-то нет такого экспириенса. То есть я не могу... Можно даже рекапчу сюда поставить, посмотри, которая причем вылезает за рамки. А если я хочу, чтобы там морковку перетягивать? Знаю, даже где-то с боков будет вообще. Что ты говоришь на чем? Да я говорю, что в Slack-е-то нет, ой, в Slack-е в Skype-е-то нет такого. Ну как я, допустим, в Skype-е приглашу чуваков левых в конференцию тут? В Skype-е ты... Да, да. Там просто и открытого API нет. Ну да. А тут-то все уже как бы для разработ... От разработчиков для разработчиков. А там-то Microsoft все отслеживает. Да, да. Там зато веб-камеры тебе открывают и снимают тебя. Дорогие плагины. Дорогие. Почему я дорогие плагины? Дорогие плагины. Назвал эту новость как дорогая редакция, да? Не будем упоминать их в суе. Плагины, которые... Короче говоря, в директории WordPress случилась миллиардная загрузка. То есть, знаешь, как Apple выводит, что миллиардное приложение было поставлено на девайс. Вот эти громкие цифры. Да, миллиардная загрузка плагинов случилась. И здесь на инфографике я просто хотел показать, что в 2014, кстати, из этого миллиарда 282 миллиона. То есть, как бы, оно все больше и больше растет в данный момент. Самый скачиваемый плагин Contact Form 7. Здесь аплодисменты громкие. Сначала пауза, да. Об осмыслении и аплодисменты. Потом All-in-One CO Pack. И только потом U-Ast CO. Они прям вот ноздря в ноздрю идут. Так, а что там еще есть? Jetpack следующий. Хотя, я, честно сказать, думал, он будет на первом месте. Google XML Sitemaps, хотя этот функционал есть и в U-Ast CO. WooCommerce, WP SuperCash, но это автоматиковский плагин, поэтому он тоже в топах. WordPress Importer, но это дефолтный, чтобы XML-ку закинуть с тестами, например, или с инфой. И Tiny MC Advanced, это улучшенный визуальный редактор. Я один раз вставил. Кстати, непонятно, почему вот он вообще здесь попал. Он реально расширяет функционал для твоих клиентов, чтобы они могли там тут справа, тут слева, там практически Word. Word, Word, да-да. То есть вот для этого. Ну тут в основном все на английском, 24 уже процента из всех сайтов в мире работает на WordPress. Там Russian есть. Есть чуть-чуть Russian, да. Причем даже не на каких-то, на последнем месте португальский. Russian как-то чуть получше. Даже получше, да. Так, и далее. У нас, кстати, интернет с тобой отрубился. Мы, конечно, пишем. Пишем. Но Wi-Fi что-то у меня все. Ну, неважно, главное мы что. Как мы следующие новости откроем? Вот так мы следующие новости откроем. Так, ну мы сейчас, конечно, вырежем это все, если оно очень быстро не будет. Но мне просто интересно, на роутере все горит. Может быть, просто так получилось, что он перегрелся. Я его сейчас перезагружу, и мы вернемся к вам через минуту. Перегрелся. Он устал. Ну, мы, кстати, можем обсудить последнюю новость без, даже без картинки, пока он подгружается. Потому что я просто помню, что версия 5.4, приложение WordPress для iOS вышло. Блин, я хочу это видеть. Ну, да, и тем не менее. Она, как ты помнишь, работает через Jetpack, без него не работает. И мы с тобой когда-то обсуждали, что в одном из последних Jetpack'ов добавили статистик Insights. То есть не просто статистику, а там такие, знаешь, типа, больше всего к вам заходило тогда-то. Там, знаешь, в стиле инфографики такие самые ключевые моменты. Вот они теперь есть в этом же приложении. И все, да? Не только все. В медиабиблиотеку можно еще файлы закидывать. Вот два таких изменения, я прямо помню, которые как вехи в истории. Они прям крутые. Мне интересно, кстати, вообще посмотреть, а люди, вот, допустим, в Америках в этих ваших сидят с мобильных устройств на WordPress. У них, справедливости ради, надо сказать, что у них сама админка теперь намного более адаптивная. То есть на ней уже можно реально на телефоне сидеть просто из админки. Не устанавливая, да? Никакие. Да-да-да. Мне почему-то кажется, что вот этим приложением WordPress for iOS очень много пользуются тех, кто на WordPress коме сидит. Потому что там, во-первых, джетпэк встроенный уже. Да, там жизнь просто вот с помощью этого. Да-да-да-да. То есть у них там просто и статистика вся, они через это смотрят. То есть у них такая казуально-вордпрессовская жизнь, будем говорить, и их это все устраивает совершенно. Они-то точно тайне МС себе устанавливают, чтобы дома нормально писать. А, возможно, на WordPress коме как раз тайне МС уже адванснутый установлен. Я точно сейчас наберусь от жертвы. Так ты же понимаешь, что тогда вот эти, возможно, все плагины, они все... Там что-то с WordPress орка посчитано. Что-то с WordPress орка. Да-да. С WordPress кома, точнее. Так, естественно. Хотя в WordPress коме просто плагинов нет, по-моему, как факт. Так, моя Wi-Fi появилась. А там за деньги, кстати? Даже за деньги. Там за деньги есть дополнение для WordPress кома. Они как бы повторяют функционал некоторых плагинов, но фактически там не плагины накатывают, а свою какую-то хреновину. Так, ну нам дали электричество. Да, нам дали электричество. Вот подгрузилась эта новость. Вот они, Vision Insights. И вот она, видишь, медиалайбрери. Можно прямо с айфончика загружать. Все, конец. Блин, хай-тек. Так, ну давай, окей. И последняя новость мы с тобой хотели обсудить, то у нас час 13 уже, прошло. Я даже не знаю, будем мы это обсуждать или нет. Хочется как-то это душевненько обсудить. Головым по Европам не хочется? Мы не будем. Да мы сейчас быстро. Мы же... Ну давай, давай. Емко. Крис Койер. Кто бы вы подумали. Да. Кто это, кстати? Директор сайта CSS-trix.com, всего концерна, вот это, CodePen и ShopTalk подкастер. Холдингер. Да. Он съездил в Джуниао, это столица Аляски, кто не знал. А мы знали, потому что мы сами ездили туда в 2011. Не в Джуниао, но на Аляску. Мы в Фейербанксе были. И он написал, что они вот с друзьями поехали туда, они сначала долетели до Орегона и оттуда уже в Джуниао. Подожди, это точно, да, столица Аляски? Сто пудово. Это административная столица. Анкорич самый большой город, а Джуниао столица. А там же вообще мало людей, да, в Джуниао? Ну давай. Давай просто, чтобы мы... Прямо ликбез, да? То есть будем все-таки... Так не, конечно будем. Джуно. По-русски это называется. Ага, так, Джуно. Мне уже нравится. Аляска самый большой по территории штат США на северо-западной окраине Северной Америки. Так. Джуно столица. Анкорич крупнейший город. И в Джуно у нас... Блин, там... Там 32 тысячи людей. Там в Джуно такие охрененные всегда фотки, что просто я смотрю и охренеть. Ну, вот мне довелось в этот отпуск бывать во французских Альпах. Там есть курорт Аурон. Он недалеко от курорта Барселанетта, в котором разбился как раз самолет Джерман Винксовский. Ну. Так вот там точно так же облака низко. То есть там из-за того, что горнолыжный курорт, он там на высоте там, ну, 2000 находится. И склоны, ну, на высоте 2500. То есть там, ну, разные они есть. И там вот примерно такие же виды. Там тоже такой довольно-таки хай-тек город. И тут везде сразу леса и горы. Так, а там же еще вот тут вот рядом океан или что там? Да, да. Он на берегу находится. То есть там совсем они запаканы у них по-полному. Угу. 32 тысячи населения. А в Анкоридже сколько? Так, сейчас я еще. Там, наверное, 300. Ну, да, кстати, 243. Ты как подглядел. Такие, да. Ну, в общем, да. Мы немного причастны, так скажем. Мы, конечно, по горам не ходили. Как-то у нас денег не хватило на такие дела. Но мы ходили сами. Но он-то ходил прямо хайкингом занимался. То есть горноходным. При том, что даже он свыше 100 килограмм весит или нет? Ну, он уже похудел до 90-скольки там писал. Короче, он осмотрелся сериал Northern Exposure. Это сериал из 90-х годов, который в Аляске снимались. И вот они с друзьями хотели ощутить это все. Здесь куча фотографий. Это, кстати, сервис Exposure, который позволяет делать, грубо говоря, посты, ориентированные на фотографии. Вы видите, здесь create your own story. То есть ты заходишь, пишешь тексты, фотографии, компонуешь и так далее. Мне иногда кажется, что фотографии с айфона. Во-первых, они квадратные. Во-вторых, селфики, которые здесь есть, например, вот здесь. Они достаточно хуже. Вообще плохие. Да, то есть как будто бы с айфона он фотографирует. Не знаю. Хотя вот собака, ну хотя... Но собаку он старался сфоткать, хотя тоже качество. Да, да, да. Возможно с айфона. Он здесь пишет о том, что они там были в городах, там ночевали там. Кстати, они вот по AirBnB заказывали квартиру, как у нас модно тут все путешествовать, так же у хипстеров. В смысле, это когда типа обмен какими-то этими квартирами или что за AirBnB? Да, 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 да. Это там, грубо говоря, просто студенты друг другу сдают жилье. То есть если ты... Я не знаю, насколько нужно самому регаться в этой системе, чтобы туда идти. Но это просто ты казуально у студентов арендуешь жилье. Не то, что ты на Booking.com заходишь и в отель себе ищешь, а это ты квартиру просто можешь снять и все. Угу. Ну вот тут такие фотографии. Здесь вот переэкспонированное небо, здесь все темно. Мог бы Lightroom чуть-чуть пройтись и автотон хотя бы сделать. Но это так уже. Но это он просто, видимо... Причем там есть черно-белый, то есть он что-то обрабатывал. Может быть, можно на айфончике это сделать. Точнее, я точно знаю, что можно. У него здесь внизу какая-то черная полоска. Вот я на всех фотках смотрю. Ну, здесь, ладно, здесь просто кажется, что черная. Вот тут, например. Вот видишь, тоже какая-то черная полоска снизу. Может, это у него чехол какой-нибудь на камеру залазит? В натуре он, скорее всего, на шестерку снимал. Мне кажется, шестерка так и снимает. Может быть, может быть. Ну, короче, вот он тут довольный в кепочке назад. Тут вообще какое-то говно качество. Это кто-то на четверку выпустил. Да, кстати. Или, может быть, это скадрировали как-то очень сильно. В общем, они потом были в самих городах, там, были в барах, вообще все круто, ели свинину. Как можно в Америке есть свинину, ясно? Там как бы все на говяжьих стейках, по-моему, повязано. Ну, он с бобами, он как обычно, как водится. Ну, да. То есть, как-то странно. Потом они вот поехали с палаточками уже куда-то дальше. Тут на моря. Вот, да, с палаточками. Короче говоря, очень красиво все, но мы почему про него говорим? А, ну я сказал, потому что он директор CSS Tricks, то есть он так или иначе очень крутой фронтендер, да и бэкендер, наверное, но он занимается непосредственно фронтендом во всех работах. Здесь много, кстати, черно-белых фотографий. Вот. Ну, да, там на самом деле так красиво, и мы даже вот были в Fairbank, и там еще более пустынно было. Здесь как-то еще много людей и много машин, хотел сказать, много домов. Не знаю, что мне говорится, фоточка. Нравится, что такие просторные, открытые эти, потому что низкие дома, и поэтому все видно. Ты видишь все облака, видишь все короче, все природные. Здесь даже вот, видишь, ярмарки какие-то были, они снимали ярмарки, но тут они опять пошли по горам, то есть, ну... Так, это... Тут он уже, видимо, не на шестерку, а на шесть плюску снимал, долго подгружается очень. Ну, тут классические неплохие планы, неплохие. Ну, кстати, вот тут стоит какой-то хрен, фотографирует на что-то, на какой-то фотоаппарат даже. На какой-то непонятный на что, потому что он смотрит, по-моему, не в видоискателя, все-таки на экран. На экран, да. И в руках у него что-то маленькое, поэтому, ну... Так, как мне сусить обратно? Я сломал приз... А, нет, вот все, разломал обратно. Короче говоря, они съездили, и им было очень круто. Я прям всем вам советую тоже на Аляску махнуть. Да, если едете в Work and Travel, то... Обязательно туда. Хотя, по-моему, как мы вот были в одиннадцатом году, да, а в двенадцатом году уже Аляску закрыли для Work and Travel. Ну, видишь, это, по-моему, опять же, типа, полуслуха была, или какой-то, короче... Или это какие-то турфирмы перестали с ней работать. А, там же, помнишь, там саму эту движуху организуют спонсорские компании. Помнишь, у нас Си Чай было, или как она называется? Да, мне кажется, это Кашин. Да, вот этот чувак, кстати, который там видоискательство, он на Кашин был похож. Никто из них не знаю. Ну, да, да, это смешно. То есть у них там костры были. Нет, короче, если вам предлагают, вам говорят, вот знаете, давайте во Флориду, там где Джеб Буш, или в Аляску, выбирайте Аляску лучше. Да, во Флориде, там в трусах все всего лишь ходят с титьками на выкате, а тут вот нормальные мужики с бородами в кепках и толстовках. Да. Во Флориде еще должны на роликах вот этих на четырех колесах пытаться, которые в 80-е были, но... Я на... у себя на бложике тоже запишу, напишу какую-нибудь статейку. Тоже выкинь. Так, может, ты тоже на Exposure? Не знаю. Я вот, кстати, хотел с тобой это обсудить. Давай я закрою это от греха подальше. Надо, во-первых, обойку обсудить, а во-вторых, обсудить... Вот почему он на ChrisCore.net это просто не написал у себя? Блин, потому что комьюнити, видимо, я не знаю. Ну, комьюнити, там 31 лайк. Хотя новости две недели или три. А где ты, собственно, ссылку в твиттер или что? Он, нет, на ChrisCore.net он написал одной строкой. Я написал пост на Exposure, по-моему, возможно, за деньги. Да, ну, слушай, такой hidden product placement, да? Не знаю. По-моему, он очень навязчивый и... Ну, может быть. Кстати, да. Это хотя бы версия, потому что у меня не было ни одной. Да. Тот факт, что там удобно, ну, слушай, чувак, это просто у тебя шаблон дерьмовый на блоге, где у тебя все налезает друг на друга и там у тебя не сделано это все. Ну, не знаю. Я, наверное, сделаю все-таки у себя. Не на Exposure. Не хочу. Там вдруг английский интерфейс, я вот эти латинские буквы буду читать поганно. Зачем мне это надо? На Аляске, кстати, не поганые латинские буквы. Ты вот туда едьте, а вот Exposure не пользуйтесь. Да. Ты меня спросишь, почему такая обойка в этот раз на нашем столе? Начинаю. Потому что мы с тобой... Ты... Ты... Можешь подумать, а мы с тобой сидим на OS X El Capitan версия бета-версия. Версия бета-версия. 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 Поним? Как Бонд Джеймс Бонд. Билд такой-то. Это, по-моему, седьмая бета прилетела Эль Капитана. И в ней, кстати, в первой вот этот значок OS X он стал цветным. Радужным. Был до этого черно-белый в Е7-те. Офигеть. И вот вместе с ней прилетела вот эта обойка. Это вторая. Кстати, смотри, теперь... Нет, не теперь. Во, видел? Тоже будет записываться, возможно. Хотя будет смешно, если мы смотрим на курсор, а он не увеличивается. Но у нас увеличивается. Не знаю, как будет на записи. Так вот, эта вторая обойка Эль Капитановская, которую добавили, мне очень нравится. Она прикольная. Ну, то есть, это сама вершина, да, горы? Да, это сама гора и вершина. Я так понимаю, самая высокая в парке Е7-те. Круто. Может быть, с нее фоткают, конечно. Но этому не узнаем никогда. Картинка называется Эль Капитан 2. А раньше они... А раньше они так часто меняли в версиях обойки? Нет, просто до релиза обычно доходит 5 обоек. Вот в Е7-те было 5 штук. И во всех предыдущих бетах была только одна Эль Капитановская. И вот они добавили вторую. Может быть, к релизу опять будет 5. Может быть, останется 2. Не знаю. То есть, ну, у них реально это меняется. Кроме этого, конечно, там много всяких изменений, но об этом сейчас не будем говорить. Вот такой подкаст получился. Час 24 минуты. Ну, может быть, мы вырежем там моменты, где интернет искали, хотя они прикольные. Вот. Но просто из-за того, что нас долго не было, потерпите нас лишних 20 минут. И что, будем прощаться на эти коротенькие 7 дней? Кстати, подожди. Этот подкаст будет на Ютубе сейчас, а в iTunes наш весь подкаст вообще удалили. В прошлый раз я с ними договорился до того, что у нас сертификат SSL поганый на сайте, и iTunes нам не доверяет с таким сертификатом, и надо поставить другой. Но я не знал, что они нас вообще выпилят за это. Видимо, вообще выпилили за это. Буду ставить другой сертификат, будем пробовать, будем держать вас в курсе. А пока подписывайтесь в соцсетях, ВКонтакте, ВТВ, ВТВ, ВИнстаграме, в Гугл Плюсе, пока он есть. И, ну, черт, хотел сказать, в iTunes, нет, ничего пока в iTunes. Следите, когда будет в iTunes. Ставьте лайки, рассказывайте друзьям, да, до следующей недели, увидимся, услышимся, всем удачного дня, пока. Пока.